Всем большой привет! Давно не виделись. Я уже, наверное, больше двух месяцев не записываю никакие ролики, потому что мне, если честно, не хватает энергии, где-то не хватает времени. Все потому, что мы ждем рождения нашего нового члена семьи. Но я поняла, что нужно все-таки включаться обратно в свой YouTube-канал и записывать новые ролики. К тому же, будет скоро новая тематика. Об этом вы узнаете со следующего ролика. А сейчас я хочу поговорить про свою монстеру. Я не просто так рядом с ней стою. Три недели назад случилось горе. На одном из листьев, а потом уже и на другом, я заметила маленьких беленьких жучков. Моя знакомая, которая хорошо разбирается во всяких паразитах, которые заводятся на растениях, сказала мне, что это трипс. Конечно же, это меня очень сильно разочаровало. Я не знала, что делать. Начала гуглить, с ней посоветовалась. Она посоветовала октару, сказала, что это самое лучшее средство, которое может, в принципе, их победить даже за один раз травли. Но, учитывая мое положение, мне с такими химическими веществами сталкиваться ни в коем случае нельзя. Поэтому на помощь пришла моя мама и мой младший брат. Я купила октару, все им объяснила, как делается. Они здесь сами все развели, полили растения. Это вот оказалось под ударом монстера. Рядом с ней стоял фикус лирата, тоже мой большой, который... Но на нем жуков не было. И еще мединила. Она сейчас стоит вот здесь за тюлью, на порожке балкона. Ее тоже потравили. Поэтому они у меня сейчас все от друг друга подальше расставлены. Но именно насекомые, вот эти вот, которые, как я сказала, трипс, он был только на монстере. Я поверхностно те, которые жуки были, убрала. Потом это все потравили. Прошло три недели. Вроде бы я все эти дни смотрела, никого больше не заметила. Но единственное теперь, что меня раздражает, это поврежденные листья. Потому что места, где трипс ел монстеру, они стали не очень симпатичными. И такими они теперь останутся навсегда. Пока я их, конечно, не решу отрезать. Но все же. Поэтому я сейчас предлагаю вместе со мной осмотреть каждый листик монстеры. Потому что я тщательно так не смотрела. Я прочитала в интернете, что было написано, через три недели уже нужно реально оценивать результат того, как мы потравили растения. А ходить просто смотреть каждый день было бы бессмысленно. Но я все равно поглядывала, пока я ее поливала, конечно. Чтобы, если что, убирать тех насекомых, которые обратно вылазили на листья. В общем, давайте посмотрим. Самый первый лист, на котором были замечены трипсы, это был вот этот вот лист. Вот они, эти пятнышки, которые остались после трипса. У самих насекомых не видно. Это вот просто вот эти вот вкрапления, которые остались после него. Потом вот этот вот новый лист, который в тот момент тоже распускался, тоже пострадал. О, ну, как будто его пожрали. С обратной стороны тоже, скорее всего, там чуть-чуть поедено. Принесли не за свет, конечно. Тяжело смотреть на листок и еще и вам показывать. На нижних листьях практически ничего не было. Было только вот на вон том новом листе и на вот этом новом листе. А на остальных просто некоторые живые жучки бегали, которых я вручную убирала. Это вот последний, который распустился недавно. Чуть-чуть порвался, видимо, задел какой-то соседний лист. Удивительно, несмотря на то, что растение как бы поддалось насекомым этим трипсам, но расти оно все равно продолжало, потому что вот этот лист у него все равно вырос. И зитяз у него вот лезет здесь в глубинке еще один. Вот он, небольшой. Вообще, у меня, как я уже говорила в предыдущих роликах о своей Монстере, в этот горшок высажено три растения. Вот этот вот нижний, это один. Самый, который мелкий. Потом вот ствол идет, это второй. И вот этот вот ствол идет третий. И вот что у вот этого третьего, как я сказала, уже с прорезями листья, это вот этот вот. И вот от этого самые огромные листья с прорезями. А у него пока еще только вот один вот такой. Думаю, я пока рядом с Монстерой растения другие ставить не буду. Кстати, как только я убрала лирату и мединилу подальше, Монстера как будто бы распушилась еще больше. Опять же, несмотря на то, что ее ели. Но я думаю, она у меня пока вот так вот еще постоит. А потом, через пару недель, если я опять же проверю и никого не замечу, то я уже поставлю рядом какое-нибудь растение. На этой хорошей, положительной, позитивной ноте я буду с вами прощаться. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока!